В 2013 году в Парижском музее Д'Орсе проходила скандальная выставка «Маскулин. Культ обнаженного мужского тела в искусстве». Через год образа маркиза де Садо в мировом искусстве, а еще через год образа проституции в мировом изобразительном искусстве. Естественно, на такие названия съезжался весь мир. Во всех залах музея Д'Орсе была видна вооруженная охрана, которая ходила по пятам буквально за посетителями. Они не могли не то что дотронуться до шедевров, но даже их снять на телефон. Что же произошло в государственной Третьяковской галерее, вернее, как это могло произойти, почему реакция посетителей была столь будничной и как похититель смог вынести картину издания, и как выяснилось, повредить ее, почему так велика роль охраны и смотрителей, и почему Третьяковка стала образцом со знаком «минус». Застрахован для любой музей мира от подобных выходов, ответов множество, и каждая версия может быть правдой. Страх и ужас, потому что сразу начинаешь вспоминать свою экспозицию, и понимаешь, как произведения, тем более такие небольшие, были там развешаны. Поскольку мы с Третьяковской галереей тоже ведь работали, и знаем, что у них есть, как они развешивают произведения, картины свои. Вот, они развешивают это, ну, в общем, на крюки. Поскольку работа маленькая, ну, возможно, поэтому так было легко ее снять. Последний случай вандализма связан из картины Репина «Иван Грозный и его сын Иван», когда неизвестный ударил металлическим столбом ограждение, порвав холст в трех местах. Третьяковская галерея, открывая свои экспозиции в Казани, тщательно готовила пространство Эрмитажного центра, где в настоящее время гостят не менее ценные картины и собрания государственного Эрмитажа. Казалось бы, в этом не должно быть никаких проволочек, но московский инцидент профессионалы трактуют по-своему. Здесь немало нюансов. От подбора охранного агентства до тех, кто рьяно следит за дисциплиной в зале за 8 тысяч рублей. Да, вот эти крючки, они очень ненадежные, значит, они должны быть иного плана. Они, конечно, это самое дешевое, что есть, поскольку это временная выставка. Но мы вот в ТЗ очень просим, чтобы у нас была вообще японская подвесная система, все-таки подвесная система, которой на тросах крепятся крючки с замками. То есть там просто завинчиваешь этот замок, и ты уже, ты можешь сорвать, конечно, сорвутся этим, вот на что, собственно, вешается. Ну, то есть замки с крючками — это раз. Надо устанавливать QR-коды на раму, не на картину, на раму заднюю. Устанавливается датчик, который считывается вся информация на один компьютер, и любое движение этой работы, значит, человек, который сидит, это отдельный охранник, он сразу же видит. Второй вариант, вот как вот, например, в Ватикане, сразу появляется звук. А вы не боитесь, что кто-нибудь украдет эти маленькие статуэтки? Одну уже украли, но теперь с этим покончено. Теперь все статуи приморожены к постаментам. Вот это та самая демаркационная линия, за которую посетителям категорически запрещено заходить. Но если вдруг вы пришли, не дай бог, с дурными помыслами и попытаетесь снять, например, портрет, то вот эта кнопка на руке смотрителя музея призовет вооруженную охрану, и вы просто не сможете выйти из зала. Дмитрий Пиаваров, Владимир Ладушкин, телеканал Эфир.